Хатенский институт. Значит, ты меня одурачила, да? Это ты, профессор? А ну-ка, давай поболтаем, признавайся. Удивлён? Профессор здесь вовсе не Симин, а я. Щёлк-щёлк! Ммм, да уж. Линк, тебе что-нибудь снилось во время сна жизни? Внешне ты за сто лет совсем не изменился, но что произошло в твоей голове? Хотя, какая разница, главное, что ты жив и здоров. Ммм, ты как-то странно смотришь. Ты хоть помнишь меня? Простите, боюсь спросить, а сколько вам лет? Я вас не помню. Да ладно, не помнишь? Я в шоке, такого удара я не ожидала. Ведь это я принесла тебе осветилище жизни сто лет назад, после того, как Ганнон смертельно ранил тебя. Страшно представить, как ты это делала. Именно я погрузил у тебя еле живого в сон жизни. И ты всё равно меня не помнишь? Нет, не помню. Ммм, видимо, этого следовало ожидать. Так и запишем. После столетнего сна жизни наблюдается полная потеря памяти. Ой, прости, это у меня привычка такая записывать всё. Может, у тебя есть ко мне какие-то вопросы? Ты ведь ребёнок. Давай-ка повежливее, эй. Хотя ты, наверное, не хотел меня обидеть, признаю, замечания уместные. В общем, это последствия одного провалившегося эксперимента. С другой стороны, эксперимент как раз-таки не провалился. Подробности в моём дневнике вон там наверху, но лучше не читай, о том мне стыдно будет. Ну ладно, поговорим о деле. Итак, ты вернулся сто лет спустя. Пришёл, чтобы одолеть Ганана, который с каждой минуты становится всё сильнее. И чтобы спасти нашу принцессу Зельду. Если ты к этому готов, тогда я единственная и неповторимая Пура. Могу активировать базовые руны твоего камня, Шика. Что скажешь? Согласен или нет? Ну, в принципе, давай попробуем. Я знала, что ты так скажешь. Сделаю всё, что в моих силах. Так, в общем, у меня есть для тебя задание. А чего это ты так смотришь? Ты же не думал, что я отремонтирую тебе каменьшенька за просто так? Ну, вообще-то думал. Так и запишем. Сон жизни повышает уровень наглости. Ладно, давай объясню, в чём суть. Видел перед институтом генератора. К сожалению, огонь в нём потух. Принеси, пожалуйста, синий огонь из древней печи и запусти генератор. Когда этот симпатичный терминальчик включится, мы активируем базовые руны камня Шика. Ммм, интересно, современные девушки употребляют слово симпатичный по отношению к технике. В общем, я на тебя рассчитываю. Вот это поворот. Эта маленькая девочка, можно сказать, спасла мне жизнь сто лет назад. В это с трудом верится, но я попробую в это поверить всё-таки. Ага, хотел взять факел, но места для него у меня нету. А, погоди, так у меня же есть факел. Отлично. Тут при институте есть огромен нищий телескоп. Смотри какой, длиннющий и огромный. Он, кстати, направлен в сторону замка Зельды. И заодно параллельно наблюдает за Ганноном. Ну, точнее, не сам телескоп наблюдает, а профессора наши. Мы сейчас поднялись с тобой на второй этаж, чтобы почитать дневник. А, погоди. По-моему, это не комната Пуры. Здесь её подопечный живёт. Слишком как-то уныло для профессора. И, конечно же, великие умы живут обычно на самом верху. То есть на последнем этаже. Вот этот последний этаж. Надеюсь, Пура на нас не сильно билится. О, сразу видно. Обитель профессора. Книжек моря. Всякие доски исписанные. Даже на потолке что-то там написано. Рисуночки, зонтики. Ну и девчасть всяких приблуды. А вот и сам дневник. Сейчас-то мы узнаем, почему Пура выглядит как первоклассница. Дневник разработки руны Вечная молодость. По древним технологиям. Посторонним не читать. Месяц кругляшок, день икс. Начинаю разработку новой руны под названием Вечная молодость. Если всё пойдёт как на то, мы сможем усилить хайрульскую армию, вернув молодость опытным солдатам. Чем больше армия, тем выше наш шанс одержать победу над Ганноном, когда он вернётся. Руна позволит омолаживать не только солдат, но и рабочую силу. Таким образом, она представляет большую ценность как для армии, так и для гражданских лиц. Бета-версия новой руны под названием Вечная молодость готова. Я сразу добавила её на камень Шика, который сама же и собрала. Было решено проверить его действия на мне. Симин активировал руну и направил лучи на меня. После 20 секунд нового воздействия я почувствовала сильное утомление. Температура тела поднялась. Эксперимент пришлось прекратить. Есть ещё одно побочное действие. Сонливость. Сегодня ложусь спать пораньше. Задача на завтра. Провести повторный анализ процесса омоложения. Вчерашнее утомление прошло, и это очень хорошо. Посмотрелась в зеркало и заметила, что волосы теперь мне по щиколотку, а морщины на лице разгладились. Эффект омоложения действительно появился, значительно опередив мои самые смелые прогнозы. Я сразу разбудила Симона, и мы сделали необходимые анализы. Рост, вес, зрение, состав крови, электрокартиограмму, плотность костной ткани. В общем, проверили всё, что могли. Показатели соответствуют женщине шика не старше 50 лет. Таким образом, всего за одну ночь я помолодела более чем на 70 лет. Надеюсь, завтра я не превращусь в беспомощного младенца. После эксперимента день 3 Проснувшись, ощутила поразительный прилив сил. Очень давно так крепко не спала. Сразу посмотрела в зеркало, я снова выгляжу как в молодости. Симин сделал анализы, теперь мои показатели соответствуют 30-летней женщине шика. Именно в этом возрасте я возобновила свои исследования. Королевство уже было уничтожено Ганноном. Тогда я работала над расширением функциональности локатора. Хотела, чтобы он искал что угодно. Когда я закончила это исследование, мне было уже 80 лет. Но я всё-таки добилась, чего хотела. Когда герой проснётся, я передам ему свою разработку. Чего бы мне этого не стоило. Надеюсь, это поможет ему одержать победу над Ганноном, проглотившим принцессу Зельду. После эксперимента день 4 Как проснулась, сразу провели обследование. Теперь мне 20 лет. Так как сейчас, я выглядела ровно один век назад. Когда и произошло великое бедствие. 10 тысяч лет ничто не предвещало его возвращения. Но тогда Ганнон разом выплеснул всю свою ненависть. Он нёс смерть и разрушение. Мы лишились всего. И замка Хайрул, и принцессы Зельды. Нет, ничего, кстати. Тогда, 100 лет назад, в бою выжил один юноша. Его звали Линк. Он был самым молодым рыцарем королевства Дора в истории. Он превосходно владел мечом и был телохранителем самой принцессы. Нам нельзя было его терять. С древних времён мы, учёные Шика, помогали королевскому роду Хайрула. В тот день, посреди хаоса, царившего в Хайруле, мы отнесли юного рыцаря и камень Шика в святилище жизни. Я погрузила Линка в сон жизни. Мы не знали, как это на нём отразится. Но другого выбора не было. После эксперимента день 5. Проснувшись, заметила на лице красное высыпание. Оказалось, что это обычные подростковые прищики. Последующее обследование показало, что мой биологический возраст теперь составляет 15 лет. Симин перестаёт воспринимать меня всерьёз. Очень непрофессионально с его стороны. Особенно заметно это было, когда брали у меня кровь на анализ. Даже к игле меня не пустил. Уколешься? Сказал он мне. Думаю, какие эксперименты проводить дальше? Синий огонь в институтском генераторе постепенно слабеет. Если он всё-таки погаснет, терминал перестанет работать, чего мне очень не хотелось бы. После эксперимента день 6. Я продолжаю молодеть. Судя по анализам, теперь мне 6 лет. Мой рост так уменьшился, что я уже не могу самостоятельно дотянуться до вещей на полках. Когда же проснётся молодой рыцарь? Неужели мои усилия по улучшению локатора были напрасны? А если он всё-таки проснётся? Найдёт ли он сюда дорогу? Я бы сама пошла и разбудила его. Но в теле шестилетней девочки это просто невозможно. Да и на семена нельзя институт оставить. Надо разработать руну, у которой обратить процесс омоложения вспять. После эксперимента день 7. Утреннее обследование показало, что мне по-прежнему 6 лет. Как и вчера. Возможно, омоложение прекратилось. К обеду я закончила бету-версию счастливой старости. Руны, обращающие омоложение вспять. Теоретически, она вернула бы мой настоящий возраст. Надо было лишь провести процедуру облучения. К сожалению, когда я хотел добавить руну на камень Шика, терминал отключился. Я проверила институтский генератор, оказалось, что синий огонь погас. Отправилась именно к древней печи, но из-за дождя он вернулся ни с чем. Я попробовала сходить сама, но девочка из деревни не дала мне ничего сделать. Без генератора продолжать работу невозможно. Мы даже читаем при свечах. Ужас. Да уж, вот это история. Немножечко она звучит нелепо, что они не могли дойти до печи и принести огонь столько лет. Ну, ничего-ничего. Тут пришел я и всех сейчас спасу. Вот таким вот образом выглядит печь. Вечно горящего синего огня. Больше похоже, конечно, на светилище. И на печь точно не похоже. Поджигаем наш факел и тащим все это дело к генератору. Знаешь, чем-то похож на бегуна олимпийского огня. Эм, прекрасно. Только не огорчайте меня, что я без коня должен проделать путь обратный. В общем, когда я сбираюсь на коня, я убираю факел и он тушится. Сейчас попробую зажечь его на коне. Эм, конь, по всей видимости, боится огня. Не подходит туда. Ну да. Это полный бесполезняк. Ближе мне не подойти. Вот отстой, а. Ладно, придется поджечь факел и пробежать весь маршрут на своих двух. А бежать я тебе хочу сказать вон на ту сопку, где труба дынет. О, фонари. Ну что ж, раз по пути, зажжем фонари. Буду чувствовать себя настоящим олимпийским бегуном. А, да. И полгода не прошло. Наконец-то я сюда добежал. Фух. Опачки. Сюда телепорт будет? Хотенский институт теперь доступен как точка перемещения. Шикарно. Эй, шестилетка. Я рожок тебе этот, генератор или чё там. О, кстати, смотри, светится. Кажется, работает. Читал мой дневник? А ну, говори правду. Эм, ну да, читал. Быть честным, это хорошо. А вот бесцеремонно вторгаться в личную жизнь других людей, это плохо. Сейчас я тебе отомщу. Ой, мама. Все руны камня Шика удалены. Ээээ, ты чё сделала? Всё, я отформатировала твой камень Шика. Сам проверь. Да ну нафиг. Линк, ну чё там, удалил или нет? Поверил, поверил. Ой, не могу, классно в терминальчик спародировала, правда? Я хорошая актриса. Хм, слово спародировать, наверное, не очень хорошо подходит к образу маленькой девочки. Ага, ладно, сойдёт. Да ты, блин, Петросян. Не шути так, а то мне ещё принцессу спасать. Да, фух, все режимы на месте. Щёлк! Линк, спасибо, взгляни-ка туда. Терминал заработал. Техника у нас очень надёжная. Мой милый терминальчик, как же я по тебе соскучилась. Теперь мы можем активировать базовые руны камня Шика. Для этого тебе нужно громко сказать «Щёлк!». Не стесняйся. О, боги, что за детский сад? Ладно, щёлк. Вот так. Чиним камень Шика. Терминал разблокирован. Начинаем. Ох, блин. Надеюсь, мне к чертям не спалят мой камень Шика. Камень Шика принят. Фотоаппарат, атлас Хайрула, альбом отсутствует. Восстановление запущено. П-п-погоди. То есть, вы хотите сказать, что в моём камне Шика, в обычном камне... Ну ладно, в магическом камне, есть фотоаппарат? Да я что, по-моему, модный? У меня теперь фотик есть. Ну, наверное, у меня же его починили, да? Точно, смотри, фотоаппарат. Снимает окружающую действительность. Опачки. Фоточки какие-то загрузились. Это, видимо, фотки, которые были повреждены, они вот сейчас восстановились. Тут у нас всё пусто. А, это Атлас Хайрула. Это Атлас Хайрула. Восстановление завершено. Ну да, точно. Восстановили мне всё, что должно было быть на моём камне Шика. Готово. Теперь всё должно работать. Посмотрим, посмотрим. Я ей там что-то на камне Шика показываю. Видимо, экранчик. Фотоаппарат Атлас Хайрула. Альбом. Прекрасно. Теперь у меня есть к тебе ещё одна просьба. Опробуй фотик. Сфотографируй меня и покажи, что получится. Ого. И первая модель нарисовалась, смотри. Ладно, давай сейчас на ней попробуем. Если вдруг фотик неисправен, то её, наверное, испепелит или что-нибудь сожжёт, я не знаю. Так что... Так, а где фотик? Это я достал визор. А мне... Ого. Зашибу нафиг, если фотик неисправен. Во, 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 фотик достал. Вот так вот это всё выглядит. А может быть в топку её фоткать? Давай вон Симона зафоткаем. Ладно, ладно, милашечка. Тебя всё-таки сфоткаем. Ну, кстати, вот так вот упор, когда на неё смотришь, не кажется, что ей 6 лет. Просто бабка в теле ребёнка. Всё, фоточка готова, сохраняем её. Кстати, я там видел, смотри, есть режим селфи. То есть я могу заселфиться. Во! Кручак! Я селфаки могу мутить. О, господи, я ещё и позу могу сделать. Очешу я. Ну всё, я теперь вообще буду фоткаться везде и вся. Кстати, а чё если мы сделаем пуру на моей ладошке? Сейчас, сейчас, подальше чуть отойдём. Ну, по-моему, это вот близко к идеалу, но не совсем. Всё-таки видно, что она там на стульчике стоит. Ну ладно. Короче, так сойдёт. Всё, делаем фото. Чиз! Всё готово. Щёлк! Ну что, как фотоаппарат? Ты меня сфотографировал? Покажи фоточку. Сфотографировал, сфотографировал. Вот смотри. Вот тут вот ты у меня на руке. А тут нормальная фотка. Вот она. Ах, кто это милашка? Да слушай, не знаю, шестилетку какую-то сфоткал? Ммм, три точки. По-моему, ей не понравилась моя шутка. Это я? Извини, к такому я была не готова. Смотри-ка. В альбоме есть не только красавица Ян, но и несколько старых фотографий. Вообще-то, фотоаппаратом часто пользовалась Зельда. Слушай, Линк, ты же рыцарь-защитник принцессы. А значит, был с ней во всех местах на этих снимках. Ах, да. Ты же ничего не помнишь. Ну, возможно, эти снимки помогут тебе вспомнить. Тебе нужно поговорить с Импой. Она знает Зельду лучше всех. А, у меня для тебя еще одно задание. Займись им, когда поговоришь с Импой. Суть в следующем. Мне нужны древние детали. Если найдешь что-нибудь, неси мне. Хотя Робби в вокальском институте, они тоже очень пригодились бы. Если принесешь нам древние детали, мы сделаем для тебя кое-что хорошее. Действуй. Погоди-ка, милочка. Я собирал парочку деталей. Хочешь что-то спросить? Да, ты мне кое-что обещала, вообще-то. А, молодец, что напомнил. Суть в следующем. Если принесешь мне древние детали, я проапгрейжу твои руны. Чтобы проапгрейдить локатор, нужно три древних винта. Для телебомб три древних вала. Для стазиса три древних ядра. Все понял? Тогда хватит пялиться, иди собирать древние детали. Да чтоб тебя, шестилетка, есть у меня эти детали. Вот детали, возьми просто у меня их. Слава богу. Она меня так долго там мурыжила. Короче, я сейчас апгрейживаю себе локатор, потому что у меня были древние винты. Да и вообще локатор нужная вещица. Так что посмотрим, что они с ним сделают. Короче, теперь у меня локатор плюс. Ну, знаешь, как айфон плюс или самсунг плюс. Ну, увеличенной версии. Ура, мой терминальчик такой молодец. О, сими начнулся. Ого, локатор плюс. Ужасно хочу на него взглянуть. Хорошо, покажи ему локатор плюс. Доброе утро. Теперь у тебя есть локатор плюс. Это очень полезная штука. Согласно справочной литературы, с помощью него можно находить объекты по фото. Конечно, я сам не пробовал, но в теории должно всё работать. О, кстати. Ты не мог бы сфотографировать жаромор, который растёт у нас за институтом? Заодно и проверим фотик твой. О, как же вы меня задолбали. С фотой. Покажи. Ещё и камень шика плюс сделали мне. Эээ, точнее локатор плюс. Осталось найти только, где здесь у них грибы растут. Короче, оказалось, что этот гриб я уже нашёл и собрал. Поэтому он тут не растёт. Поэтому я достал его из своих широких штанин и положил вот на эту поляночку. Сейчас мы ему фотосессию устроим. Чё, по-моему, огонь получился. Симон! Сфоткал я твой гриб. Так что на, вот, посмотри. Приветствую. Ты сфотографировал, жаромор? Так, ну-ка покажи. Вот, вот, смотри. Вот так вот он выглядит. О, жаромор, ты сфотографировал. Спасибо тебе. Теперь открой атлас хайрула и настрой локатор плюс по фотографии жаромора. Тогда локатор плюс будет предупреждать тебя, когда поблизости будут расти жароморы. Если что, я небольшой отчёт накатал. Он на столе. И это, раз мы уж начали с этими грибами, так может быть и продолжим? Давай потренируемся. Принеси мне ещё три жаромора. В местном лесу, к северу отсюда. Их должно быть много. Использую локатор плюс. Вот он прицепился-то со своими грибами, а. Ладно, короче, давай сейчас наш локатор настроим на поиски этих грибов. Вот такие вот нам грибы надо искать. Всё, теперь локатор будет пищать, если рядом будет гриб. Чё-то мне не фартит. Пошёл в лес за грибами, и тут дождь грянул. Отстой. Сейчас промокну весь до нитки. А вот и первый жаромор. Надо бы салпачок намутить и в инстаграмчик выложить. Типа, я ищу грибы. Хе-хе, подпишуток. На самом деле у меня нет инстаграма. Так, какую бы позу принять? Во, тычу пальцем в небо. Тускловато немножечко, но пойдёт. Здравствуй. А ты принёс жароморы? Дашь мне три штуки? Сейчас достану. Спасибо. Вот, возьми. Чудо-трюфель. Три штуки. На время увеличивает максимальное количество сердец. Ммм, полезная штука. Всё, наконец-то я сбежал от этого грибника и чокнутого профессора. Они реально какие-то сумасшедшие. В общем, я тут уже пробегал и приметил ферму. Тут, короче, смотри, сторожевые собаки, коровы и овцы где-то должны бегать. И первое, о чём я подумал, это, конечно же, покормить корову и собаку. Может быть, они подружатся со мной или ещё что. Но корова никак не отреагировала. А вот пёсель. Ну, пёселю чё редиска? Редиска ему не нравится. Я решил достать мясо. И вроде, понюхав мясо, он так, смотри, обрадовался. Даже пузо своё подставил, чтобы я его погладил, почесал. Но, правда, взаимодействовать я с ним, к сожалению, не могу. Но сфоткать! У меня же теперь есть фотик, я всех зафоткаю. Сфоткать я его могу. Вот так. Так, ребята, встаньте кучнее. Сейчас мы с вами заселфимся. Типа я у мамы фермер. Пёсель, пёсель, хорош за хвостом своим гоняться. Встань нормально. У нас тут фотосессия. Во, молодец. Чё-то я овец не вижу. Пойду спрошу, куда они их дели. Добрый вечер. Ты путешественник, да? Ты выглядишь очень умелым. Может, поможешь мне? Значит, дело такое. Я хочу попросить тебя поохотиться на оленей в глубине нашего леса. Их там так много развелось в округе. Под каждым деревом ходят. Они представляют опасность. В общем, от тебя требуется как можно быстрее сократить численность их популяций. Ну, у тебя всего одна минута. Ладно, давай попробуем. Спасибо. Может, прямо сейчас начнём охоту? Ну, а чё бы нет, давай. Я сокращу популяцию оленей. Ну чё, ты готов? Я всегда готов. Один. Начали. Вон олень вижу. Чпих. Минус один. Контрстрайк отдыхает. Это кабан, не олень. Нам нужны олени. Смотри, сколько мяса. Надо подобрать. Сырой огузок. Чуть не присчитал сырой огрызок. О, он олень. Блин, промазал. Даже спугнул его. Нужен другой олень. Тут куча кабанов, между прочим. Вон там вижу олень. Но он далеко. Ого, бежит, бежит. Красава. Прямо на хаду подстрелил. Если честно, целиться стиками очень неудобно. Привык целиться мышью. Так. Уже троих подстрелил. Времени осталось уже меньше полминуты. 20 секунд. Мне кажется, что возможно я еще одного подстрелю и все. Это мой максимум. Да. Все, четыре оленя. О, еще бежит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, кривые мои пальцы большие. Ну. Черт, он очень быстро скачет. Я не могу на опережение наметиться. Ну, все, короче, этот убежал. Эй! Время вышло, возвращайся. Ого, четыре оленя. Да ты, парень, огонь. Вот твоя награда. Синяя рупия. Пять рупий дал. Ну, тоже неплохо, слушай. По крайней мере, не забесплатно поработал. Но с оленями нужно что-то делать. Может, еще раз попытаешься? Нет, спасибо, дружище. Ладно, тогда еще приходи. Фух, это был долгий день. В основном мы проболтались в институте. Меня там просто заболтали. Но, по крайней мере, мы очень много чего поняли по сюжету. О, че тут девочка стоит трясется? Эй! Ты че такая зашуганная? Что ты здесь делаешь? Не делай такой вид, будто ты тут ни при чем. Ты о чем вообще? Извини. Наверное, ты все-таки ни при чем. Последнее время монстры с Хатенского пляжа таскают моих овец. Если так дальше пойдет, скоро вообще ни одной не останется. А, так вот куда овцы пропали. Их, короче, похищают. Надо будет с этим разобраться делом. Но разберемся мы в следующей серии. Тебе спасибо за просмотр. Если тебе нравится линк, то с тебя лайкос, комментос под видос и, конечно, подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующей серии. Ну, а на этом все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok